всем привет я сегодня принесла несколько растений которые цветут стопроцентным домашним цветением вы знаете почему как бы отдельно я решила снять видео о этих растениях я вам сейчас просто расскажу почему потому что вот это растение оно не пересажено это элегант джули мне девчонки написали когда я купила ее цветущий это был собственный подарок мне любимой к 8 марта к 8 марта для меня самой и значит я вот выбрала вот эту красотку у нее был высоченный шикарный цветонос кому интересно можете перейти по ссылке под этим видео в инфобоксе вы увидите презентацию этого растения после покупки и сейчас домашнее цветение прям покажу подробно и расскажу как она у меня выращивается как растет и почему я отдельно снимаю в ее отношении видео и не только в ее отношении вот эта вот красота которую помните я с командировки зимой тащила с перелитыми корнями из мерлен мы везли ее на машине два дня мы ехали но наконец-то доехали когда я показывала вам перелитую корневую систему я не знала что будет была вынуждена освободить ее от магазинного грунта прям после покупки в люра в гостинице санузле я там потрошила ее сделала ей временный грунт сейчас я вам все покажу прям возьму камеру подробно как они у меня выращиваются эти красотки кстати сразу могу сказать что вот это элегант джули она не пересажена почему я ее не пересадила значит растение было куплено достаточно взрослым у нее я вам сказала был шикарнейший цветонос с массой ответвлений вот на ждущих почках она цвела как мультифлорка вот хорошая корневая система и которая позволила мне не пересаживать после покупки растения я всегда вам говорю я анализирую всегда то что я вижу я посмотрела что достаточно полноценное хорошее растение с хорошей не смогу достать из горшка хотела сейчас я постараюсь вот я поставила держатель для цветоноса но пока цветонос не крепила думаю делать это или не делать или пусть она уже так вот у меня цветет тоже не могу с ребята у меня приклеились все корни к внешнему горшку ладно возьму камеру покажу поближе не пересаживала значит корневая система хорошая растение не больное я оцениваю всегда состояние растения состояние шеи у растения корней было много на поверхности поэтому торфяной стакан я не смогла к нему подобраться просто физически чисто физически и еще у нее состав грунта был это стопроцентная кора и немножко кокосовых чипсов вот они видите вот такие но они такие характерные структурные таких видно что это кокосовые чипсы не волокно кокосовые чипсы вот и поэтому я думаю но смысла ее пересаживать она прекрасно цвела на тот момент думаю цветет пересажу самое интересное что когда она у меня цвела одномоментно вышел новый цветонос и я просто ее не успела пересадить ну все теперь она у меня с растущей корневой системой с растущими корнями смотрите сколько кончиков у нее раскукленных сейчас все камеру близко покажу обязательно я просто всегда стараюсь вам рассказать а потом показать с раскукленной корневой системой с торфяным стаканом внутри горшка в этой ситуации у меня происходит следующий уход растение поливается только в поддон поливочная вода стекает по внутренним стеночкам горшка существующего и я наливаю где-то уровень 0 5 миллиметра корневая система развита насколько настолько что нижние слои корней они прекрасно подают влагу и поверхностным корешочком кстати могу сказать что вот даже та влажность который вот находится внешний контур да вот этих вот корней воздушных они не подсушены они не подсморщены значит я делаю выводы что даже та влажность которая сейчас у меня где-то около 40 процентов влажности вот в этом месте содержания орхидеек кстати скоро я вас познакомлю еще с одним местом как они сейчас у меня цветут мои красотки ой что то зацветает что-то в полном роспуске как вот эта красота один бутон осталось ей распустить по моему да один бутончик вот не пересажена крайне аккуратный полив и значит почему не пересадила я вам сказала что корневая отличная грунт отличный учитываем при поливе наличие торфяного стаканчика все у меня она отрастила уже то ли 3 то ли два листика я вот не могу сказать по моему 3 вот они вот вот эти листики она уже у меня отрастила так ну все мои прежние растения которые у меня в коллекции давно я вам всегда показываю в общих обзорах вот мои прежние до которые покупались не на канале а те растения о которых я вам изначально с самого начала приобретение их показываю рассказываю про них я считаю что это важным да вот например я зеркалю картину вы купили растение я купила растение я вам показываю да что я делаю и вы одновременно тоже смотрите что нужно делать что не нужно делать на что обратить внимание какой уход обеспечить орхидейкам чтобы они прекрасно думали росли и цвели так вот это из леруа я сейчас вот ее я постараюсь конечно достать не знаю как это у меня будет происходить самое интересное что я освобождая от старого грунта поместила эту орхидейку во временную посадку и я кстати легкая легкая поливать срочно и я больше не меняла ей эту посадку почему потому что я приехала я снимала видео для вас показала какова была значит смотрите я купила на тот момент в леруа была был грунт премиум какой-то класс он мне не понравился там была такая кора ну можно сказать дешевая не куски коры а скорее какие-то коринки такие тонкие вот я сделала ей посадку с использованием еще и частично мха то есть в объем вот он мох я добавила мох прям коре и разместила существующие корешочки и где-то через неделю после того как я ее привезла домой она у меня была отмечена новым ростом корней и я думаю ну что я буду ее сейчас дербанить она пошла в рост так быстро думаю ну значит все ей нравится все хорошо вот она достаточно хорошо развила вот эту вот бороду новую корешков нарастила много я сейчас кстати еле достала пыхтела пыхтела еле достала вот где они она у меня растет потому что там столько растений с большими листьями и корнями она зацепилась я думала она уже проросла в соседний грунт соседний горшок слава богу нет она только там оплела его как-то так успела ну вот вот стопроцентное домашнее цветение мультифлора в действии что называется сейчас возьму камеру покажу какой уход я ее поместила двойной горшок и аккуратненько поливаю проливом воду оставляю также в уровне где-то 0,5-1 сантиметр внутреннего горшочка все но вот в этой посадке этому растению это так как не двойной горшок двойной горшок у нас обычно бывает да он замкнут во внешнем контуре то есть попадание кислорода туда воздуха она ограничена здесь же у меня очень хорошо вот видите между двумя горшками у меня есть пространство куда попадает очень хорошо воздух и происходит хорошая экскурсия воздуха внутри вот внешнего горшка то есть хорошо испаряется вода хорошо поглощается корнями и происходит вот это вот хорошая аэрация корневой системы вот в данной посадке у хидеки поэтому полив у меня ее происходит почаще чем у двойных горшков где отсутствует вот это вот сильное такое мощное движение хорошее движение воздуха почаще потому что она мне почаще пересыхает я это замечаю вижу я вот кстати вам сейчас покажу что реально у нее ну вы знаете могу сказать что процентов на 90 просох и грунт и сами корни уже хотят пить я сейчас вот после съемок обязательно налью ей водички именно таким образом как я вам рассказала как у меня происходит полив этих растений я вам сейчас покажу эту красоту элегант джули она сегодня я пришла на мне распустила бутон 2 начала распускать у меня просто знаете взрыв мозга произошел думаю сейчас я девчонкам и мальчишкам на канале своим покажу эту красавицу все беру камеру и показываю вам корневую шеи листья корневой системы в другой посадке все подробно рассказываю какая же у нас хмурость за окном ребята ух несмотря на то что в принципе что-то в районе 10 градусов сегодня погода давали я же прям машины едут вода там шуршит под колесами автомобилей прям все это так а здесь у меня вот 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 красота практически распустился у меня мой орликинушка может быть это не орликин я не знаю уже много раз вам об этом говорю ну не знаю истинного названия но знаете что девчонки мальчишки не заморачивайтесь особо да я понимаю хочется знать как как звать величать наши любимые растения но я всегда говорю как знаете как говорит хорошая мать когда носит и рожает ребенка кто бы у меня не родился лишь бы здоровенький а все остальное это мое родное да поэтому родился вот такой вот у меня вот я не знала как его зовут домашнее цветение бутончиков у нее всего лишь пока 5 но я так понимаю что конечно растение очень хорошо развито у нее было активное магазинное цветение и поэтому она пока вот у меня процветает пятью бутончиками но может быть у нее будет револьверное цветение я не могу сказать вот элегант джули вы знаете и при магазинном цветении у нее отмечался вот такой вот знаете как бы такой контур не до конца вот она вот так распускает свои лепесточки она немножко знаете таинственность такой сохраняет вот эта красотка я вот знаете характеристику такую долго подбирала для нее для ее цветения именно таинственность как будто загадочность она в цветке в своем несет она мне так нравится у нее вот эти видать и кружевные немножко вот лепесточки ну мне вот спасибо девчонки зрители канала написали вроде как что это элегант джули я вот подписала она у меня всегда тут на горшочке табличка это лежит вот губа в принципе она такая вот видите усики не сильно длинные но вот они такие закрученные немножко вот и бутоны они видны вот они все такие пестрые пестрые 2 вот только начинает распускаться вот у меня хочу сейчас конечно я поставила держатель чуть-чуть просто вот так вот подтяну зафиксирую и все давайте покажу все корни очень большой очень знаете значительный рост корневой системы отмечался после покупки когда я покупала естественно корневая система была у нее закуплена корней было много в горшочке но при этом не было растущих кончиков сейчас у нее много и в горшке наросло вот эти вот все это все что у меня наросло так сейчас я посмотрю не видно там прорастала она не прорастала я не могу вот даже к сожалению вот эту помыть тину в горшочке она не пахнет вообще но там вот зеленые водоросли они естественно в горшочке нарастают это самый естественный процесс достать не могу поэтому и помыть не могу не хочу корни дербанить отрывать их от горшка потому что они вот все поприклеились я сейчас попыталась вам достать не получается у меня все корни вот эти вот новые воздушные видите они вообще не сморщенные значит та влажность которой у нее наблюдается в месте содержания она вот ее вполне устраивает так ну вот видите как она кручу-верчу и кончик он вот под зацепился нужно аккуратно к сожалению вот видеосъемка она немножечко может травмировать как получается стараюсь уже и вам показать и растению не навредить так ну вот по моему да вот три листика она у меня нарастила вот эти вот они видны что они домашние кстати я вам могу сказать что домашнее цветение орхидеек его видно сразу потому что вот транспортировочная вот это вот логистическая при доставке когда орхидейки доставляют все-таки все равно она получает какие-то травмы трещинки на цветочках вот бывают что поеденные они приходят вредителями из оранжерей ну и вот моя красота которая цветет к сожалению не знаю я ее имя отчество моей красавицы но главное что она у меня здоровенькая смотрите вот он тот та временная посадка которую я ей предложила здесь уже у меня аж три горшка внутренний горшок маленький транспортировочный в него я ее и пересадила прям гостинице вот мох внутри горшочка почему три горшка потому что она у меня падает и мне уже пришлось аж третий горшок сюда ставить она вот постоянно падает несмотря на то что камушками была утяжелена так вот кора сейчас я постараюсь вам показать вот грунт не очень хороший был кстати там был в грунт когда я купила и мох оттуда и кора и мох из этого вот составного грунта который назывался грунт по моему премиум он мне не понравился я больше его не покупаю кстати этот грунт в леруа у меня есть хорошая кора так в данный момент что происходит вот корни она нарастила много много я покупала кстати корни у нее было мало оставалось мало потому что она была перелитой корневой системой давайте видео кому интересно я поставлю вы посмотрите как это все происходило вот сейчас ей немножко на поверхности не хватает коры я вот наверное прямо сейчас возьму после съемок добавлю ей вот сюда просто подсыплю мелкой коры потому что мох уже не хочу добавлять мох у нее внутри вот он видите вот но отсвечивает немножко конечно но поставила до подсветку вынуждена была потому что очень серо за окном и поэтому чтобы хоть что-то вам показать и снять видео я вынуждена была подсветку ставить тоже она у меня отрастила не могу сказать сколько листиков три наверное тоже старый цветонос вот так вот и остался таким вот большим но это не пенек а как вот живые почки на нем еще есть может быть и распустится а может быть и нет знаете как говорится все что хочет то она у меня и делает ну вот она выпустила новый цветонос и вот я встаю вам показываю ее цветение ну красивая невероятная вот один бутон остался ей до распустить смотрите вот основной цветонос вот отводки вот они живые почечки 2 то есть она процветает двумя отводочками с живых почек и основным цветоносом количество цветочков я не считала я обычно этим не занимаюсь но то что я вижу вам конечно глаз радует красивое цветение вот они две мои красотки беляночки одна с оттенком розовым вторая вот такая бордо кстати посмотрите как они отличаются да здесь немножечко крапа а здесь вот на хвостике цветоноса здесь уже больше крапа и смотрите вот это у меня получается она почку разбудила да она разбудила почку вот на почке она вот так цветет на кончике только вот она дала такой полномасштабная такое рябчатость рябушку свою вот этот вот этот вот красавец а это новый ее цветонос у нее еще вот третий стоит цветонос пока а нет это это тот же 2 3 я удалила да она его осушила и вот смотрите на основном цветоносе она вот более как то так по сорту цветет вот потому что я когда покупала у нее было достаточно большое большое количество вот этих вот пятнышек бордовых крапинок на цветах так а сколько же она у меня в коллекции вы знаете я даже вам не могу сказать я уже не помню у нее вот она знаете вот в такой посадке находится внизу всегда растет если я вот так подниму ей листья вот эти она становится просто какой-то огромной 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 лошадушкой и корни у нее посмотрите какие вот они уходят туда 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 они лежат там на полу и балдеют там им там не холодно им там хорошо кончики у них вон раскукленные у каких-то так я боюсь как бы она у меня вообще вот сюда не проросла вот в этот горшок может быть уже и проросла кстати так ну вот вот такие у меня сегодня красоточки вот с таким цветением домашним ну и джулька 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 элегант джулька красивый конечно вот когда такие редкие редкие сорта попадаются они как-то вот прям разнообразят коллекцию достаточно хорошо и сильно вот вот такое у меня сегодня видео а на сегодня я буду заканчивать свой обзорчик цветочек орхидей и знаете как у меня вот все обзорчики они с какими-то нормальными но советами по уходу я просто стараюсь вам не просто показывать красоту а рассказывать еще одновременно то что я делаю какие изменения вношу в уход чтобы вам было предельно понятно что же это за такое красивое увлечение почему у кого-то идет она получается у кого-то нет ребят я вас успокою получится у всех кто хочет тот добьется обязательные результата а я вам постараюсь хоть как-то немножко в этом помочь а на сегодня я буду заканчивать свое видео всего доброго желаю вам здоровья благополучия и увидимся с вами вновь на канале уютной орхидеи не только всем пока пока и